Примерно год назад я написал текст примерно следующего содержания. Что тобой движет? То же самое, что заставляет тигра быть тигром, птица быть птицей, рыба быть рыбой. В соответствии своей природе. Лишь раскрывая свою исключительность, мы начинаем сиять. Делая свой следующий шаг, руководствуясь чувством счастья, радости, любопытства и красоты, а не страхом, мы достигаем истинного пути. Или, как сказали бы древние греки, к лакогатии нравственного, духовного и физического воспитания, которое приводит к тому, что человек обретает тело атлета, душу поэта и разум философа. Казалось бы, хорошая мысль, глубокая, философская, принесет пользу тому, кто ее прочитает. На практике получилось так, что те, кому я доносил эту мысль, мое окружение, ученики, чаще всего это... Мысль использовалась как полутравслабица. Простой пример. Был ученик, на берегу договорились об его, так скажем, амбициях, об его целях, под это был выстроен план, определенной степени тяжести, интенсивности, объема, чтобы привести его к его... Чтобы реализовать его я, реализовать его амбициозность. Было 9 недель. На 7-й или 8-й неделе человек уже начал сдаваться. Ему стало тяжело. Оно и должно было стать тяжело. В конце тяжелее всего. Что называется, последние 10 метров марафона, самые тяжелые. Ну и, по сути, человек свернул. Не доделал дело до конца так, как надо. И не собрал свои плоды. Оправдывал это тем, что я не хотел уйти на тренировку. Я устал. И, следовательно, я не соответствовал своей природе. Мои действия не соответствовали чувству счастья. Но если разобраться в вопросе, то мы обнаружим, что на самом деле человек в этот момент думал о счастье меньше всего. Он избегал боли. Если бы в этот момент его было спросить вот этот основной вопрос, который я часто повторял в прошлом видео. Что ты сейчас делаешь? Он бы ответил, если бы он честно ответил, он бы ответил, я избегаю боли. И это был бы конечный ответ. Я избегаю боли для того, чтобы избежать боли. Заметьте, слово счастье в ответе бы никак не фигурировало. Чувство счастья, оно лежит через боль, через препятствия. Чувство счастья, это, что называется, делай что должен и будь что будет. Чувство счастья, это когда твои действия и слова соответствуют твоим ценностям, чего бы тебе этого не стоило. Это и есть колокогатие. Чувство счастья, это когда ты чувствуешь, что твой идеальный образ держит идеальную осанку, но чтобы тебе держать осанку, тебе надо проявлять там... постоянно хорошо держать осанку, тебе придется проявлять большое количество сил. Твой идеальный образ, да? Твой колокогатие говорит, что ты там, не знаю, должен стать великим политиком, но для этого тебе надо выучить историю, экономику, психологию, языки, политологию и так далее. То есть пройти колоссальный путь, колоссальные препятствия, преодоление, прежде чем ты придешь к этому равновесию своему. Как бы и птице приходится летать, учиться летать, и рыбе приходится учиться плавать. Немножечко приходится, да, после рождения-то как-то, как-то это, входить в эту жизнь, чтобы соответствовать своей природе. Так вот, человек это куда сложнее, чем рыба или птица. И ему, чтобы соответствовать самому себе, приходится... Ну, во-первых, как долго взрослеет человек, да, до 25 лет. Это немыслимо для животного мира. А во-вторых, как долго он психически развивается, еще дольше, да, еще дольше. И к 60-ти и к 70-ти годам не все могут психически развиться на довольно высоком уровне. Кто-то так и остается на детском уровне. А большинство даже на инфантильном. То есть, соответствия человеку своей природе, которая задумывалась изначально очень великой, приходится проявлять неимоверное количество сил. Но суть в том, что в этом счастье идти по тому пути, по которому должен идти, в котором ваше Я, в котором лежит ваша исключительность, несмотря ни на что, несмотря на все препятствия. Песня такая есть. Бриллиантовые дороги. Посмотри, как блестят бриллиантовые дороги. Чтобы ходить по ним, нужны золотые ноги. Чтобы вцепиться в стекло, нужны алмазные когти. В общем, в принципе, это все, что я хотел сказать. Есть над чем подумать. Да пребудет с вами сила.